значит давайте познакомимся меня зовут сергей я разработчик проекта health это я рассказываю для людей которые недавно зашли проект у нас тут есть люди которые стали партнерами так в переводе это help это помощь в английском найти найти помощь значит в чем смысл вокруг нас есть миллионы людей которые оказывают услуги водители такси сантехники электрики мастера по ремонту электронов бытового оборудования сейчас я буду рассказывать как вы сможете построить бизнес в интернете на нашей платформе вот эти все люди которые оказывают услуги они готовы как платить какой-то процент за то что мы кто-то им дал заказ то есть если какая-то компания давала бы им один два три заказа в день они бы за эти заказы платили поэтому мы создали такой marketplace который позволяет этим людям зарегистрироваться в проекте но каким образом они могут зарегистрироваться только тогда когда они узнают про этот проект когда придет рекламная кампания и зарегистрироваться в этот проект в этом проекте и начнут получать заказы после рекламной кампании когда мы проведем хорошую рекламную кампанию они начнут получать заказы и будут платить процент этому сервису а часть денег будут получать партнеры и как же это все происходит как работает сам сервис вот если взять посмотреть на карту я очень быстренько продемонстрирую как он работает значит надо поставить точку на карте где вы находитесь но это может быть любом месте когда мы запустим этот проект вот вы выбрали допустим место или можно написать вот здесь вот в этой строчке местоположение вашего как только вы выбрали вы выбираете категорию допустим домашний мастер сантехник аварийный выезд техников и вот программа сразу показывает 20 человек 20 человек которые находятся недалеко от вас таким образом все эти вы можете любой человек который зайдет на сайт на приложение вот у нас видите на карте здесь есть android приложение iphone приложение сам сайт есть то есть это комплексная программа которая позволит любому человеку через сайт через приложение найти абсолютно любую услугу очень просто то есть буквально за 30 секунд любой человек зайдя на сайт или приложение указавший свое местоположение и выбравши одну из услуг а сколько здесь услуг существует вот только категории 21 в каждой категории куча услуг мы посчитали что их 1700 существует около 1500 1700 услуг существует вот если зайти в категорию домашний мастер тут вот есть скрытие замков изготовление мебели можно час окна двери ремонт мебели реставрация аванса техники электрики и так далее вот точно также у нас еще существует категория помощь украинцам это мы создали эту категорию для того чтобы помочь тем людям которые переехали с мест военных действий в другие города и другие страны чтобы они приехавшие в любую точку места могли бы точно также указать точку на карте где они находятся и посмотреть какие есть фонды которые помогают какие волонтерские организации есть которые помогают где оказывают помощь жильем где пищи помогают где могут накормить там где одежду могут дать белье там помощь животным точки вай-фай ксерокопия туалет и так далее то есть абсолютно все те вещи которые необходимы люди людям которые вынуждены переехали в другие города и другие страны в общем эта категория должна помочь людям быстро найти сориентироваться что они далеко от них находится такая организация которая им помогает в разных местах то ли одежды то ли едой то ли жильем то ли надо вай-фай точку если интернет не работает то ли может быть где-то документы надо распечатать и так далее в общем вот таким образом мы работаем теперь переходим дальше к тому как вы сможете зарабатывать значит зарабатываем мы на люди как будем зарабатывать на люди которые оказывают услуги тут возникает два вопроса когда мы начнем зарабатывать и что для этого необходимо делать значит сам сервис уже судя из того что многие люди узнали об этом сервисе он имеет право на жизнь так будем говорить он удобный хороший вот я вам только что продемонстрировал как он работает то если буквально за пять минут можете перепроверить абсолютно всех людей которые находятся недалеко от вас выбрать вот этого специалистов или этого то есть буквально вот поставили точку на карте выбрали услугу и пожалуйста все специалисты которые находятся недалеко от вас вы их уже увидели на сайте существует несколько кнопок первая кнопка это найти услугу это для клиентов которые будут заходить услугу вторая кнопка называется создать услугу это для тех людей которые будут регистрироваться в проекте как специалисты они нажимают кнопку создать услугу нажимает кнопку добавить услугу выбирают какой категории они регистрируются допустим домашний мастер тот же муж на час выбирает категории и регистрируются в проекте как исполнители так вот эти исполнители могут вам пожизненно приносить доход если вы становитесь партнером нашего проекта то вы можете зарабатывать каким образом мы вам в кабинет дадим исполнителей вот так вот вы будете видеть каждого исполнителя который находится в вашем кабинете и будете видеть все заказы которые они делают вот так вот если нажать на исполнителя будет выскакивать окошечко и тут будет видно дата заказа время заказа на какую сумму этот заказ был сделан сколько вы получили дохода от этого заказа и возможно кто-то написал отзыв об этом заказе клиент то есть каждый заказ на исполнитель который будет находиться вашем кабинете вы будете видеть и с каждого заказа вы будете получать проценты эти деньги будут попадать на ваш счет вот и тут есть кнопка вывод денег и вы сможете потом эти деньги выводить вопрос когда вы сможете зарабатывать смотрите для того чтобы проект начал работать необходимо провести полномасштабную рекламную кампанию рекламная компания это дорогое удовольствие поэтому мы собираем партнеров может быть слышали такое слово называется краудфайдинг вот если мы нажмем если мы в google напишем это слово краудфайдинг то в википедии здесь написано такие слова что краудфайдинг это народное финансирование коллективное сотрудничество людей доноров которые добровольно объединяет свои усилия свои деньги и другие ресурсы как правило через интернет то есть мы объединяем людей для того чтобы запустить этот проект сначала в украине а потом во всем мире почему потому что проект легко масштабируется его можно запустить в абсолютно в любом городе для того чтобы его запустить просто надо провести рекламную кампанию и я приведу пример на городе киеве как это все будет происходить для того чтобы проекте узнали необходимо провести полномасштабную трехмесячную рекламную кампанию и трехмесячная рекламная кампания она стоит по нашим расчетом где-то 150 тысяч долларов это по 50 тысяч долларов в месяц мы будем влаживать в рекламу для того чтобы люди узнали и начали пользоваться нашим сервисом когда пройдет трехмесячная рекламная кампания в городе киеве зарегистрироваться около 50 от 50 до 100 тысяч человек которые оказывают услуги в разных сферах они зарегистрироваться а те люди которые услышат о проекте начнут пользоваться этим сервисом вот когда-то проходила рекламная компания алекс и теперь все люди пользуются алексом хотя рекламы никакой нету когда-то проходила рекламная компания розетки сейчас пользуются все розеткой но хотя такой особенной рекламы я сейчас не вижу и не слышу но все знают про розетку если все знают про алекс точно также нужно сделать так чтобы все узнали про наш проект и начали им пользоваться когда понадобится какая-то услуга человек заходит в приложение или на сайт выбирает с места положения где он находится после этого выбирает ту услугу которая нужна есть там вам нужно перевести мебель то вы выбираете транспорт если вам нужно что-то отремонтировать выбираете мастера нам ногти покрасить собачку постичь может быть какие-то развлечения провести день рождения провести может быть вам нужны там а да там и все остальное то есть вы очень быстро найдете не одного человека сразу двадцать-тридцать человек который находится недалеко от вас в радиусе и вы уже вы их выбираете по расстоянию по рейтингу по цене по отзывам то есть об этом проекте люди должны узнать и он получит две вещи хорошие первые те специалисты которые зарегистрируются в нашем проекте начнут получать заказы и они начнут больше зарабатывать а те люди которые понадобится какая-то услуга они очень быстро найдут и будут пользоваться этой услуги а партнеры на этом будут зарабатывать каким образом мы каждому партнеру в зависимости от того какой пакет он приобретет дадим в кабинет исполнителей после рекламной кампании и вы будете видеть каждого своего исполнителя как он будет работать то есть вот вы будете каждого исполнителя видеть и можно нажать на и посмотреть сколько он будет сделал заказов сегодня завтра послезавтра и с каждого заказа вы будете видеть на какую сумму этот был заказ какой процент получил сервис и сколько от этого процента получили вы то есть по сути мы строим с вами бизнес один раз на всю жизнь да это процесс сложный построить бизнес но он стоит так тех свеч почему я так говорю потому что вот я всегда так говорил как один один пример такой интересный рассказы людям может быть кто-то слышал кто-то нет но я повторюсь вот все мы живем по принципу обмена времени на деньги мы сегодня поработали заработали завтра поработали заработали послезавтра нужно больше денег работаем на двух работах или по 10 16 часов но стопроцентной гарантии рано или поздно мы потеряем возможность обменять свое время на деньги кто-то заболеет кто-то попадет дтп кто-то пойдет на пенсию у кого-то поломается и машина на которой он работал и не сможет работать и так далее так далее и поэтому каждому из нас необходимо построить финансовую подушку безопасности а финансовая подушка безопасности она нужна каждому абсолютно человеку потому что придет тот момент когда мы останемся без денег и вот яркий пример сейчас который происходит в нашей стране что мы отработали все было хорошо а потом пришла война и мы остались без средств существования а если бы была финансовая подушка безопасности было бы лучше поэтому строить нужно сейчас нужно объединяться у нас на сегодняшний день уже почти чуть больше восемь восемьсот партнеров есть те люди которые поверили в этот проект которые пришли и стали партнерами и нам не хватает буквально 200 человек я думаю что ближайших чуть меньше чем 200 ближайшее время мы доберем этих людей и сейчас партнеры более активно пошли после старта рекламной кампании в тик токе вот и мы вместе соберемся и запустим этот проект что необходимо делать партнером партнером необходимо помогать будет в рекламе уже те люди которые были партнером они знают что этому надо будет уделять где-то 10-15 минут времени в день и то не каждый день то есть заходить лайкать рекламные посты которые мы будем выкладывать чтобы популяризировать наш проект в тик токе там надо будет лайкать и комментировать то есть эта работа которую вы можете сделать в любое удобное для вас время и она не отымает много времени и сил мы по крайней мере вы точно построите вот эту финансовую подушку безопасности один раз и на всю жизнь ну вот собственно извините я вас перебью просто этот момент хочу понять пока мы здесь вот это разбираем смотрите у меня такой вопрос если я не партнер а человек заходит по под меня как партнер допустим да вот какие у меня идут я получаю не получаю только партнеры и все смотрите у нас в проекте есть три сущности вот если взять открыть мою команду есть люди пользователи это или клиенты их можно назвать или пользователи это те люди которые зарегистрировались в проекте и могут заказывать исполнителей просто человек зарегистрировался и он любой момент может зайти и заказать услугу есть исполнитель это те люди которые зарегистрировались в проекте в одной или в нескольких категориях как мастерах, как специалисты, исполнители. И есть партнеры, это те люди, которые помогают развиваться проекту, и они строят вместе с нами бизнес один раз на всю жизнь. Зарабатывать должны только партнеры и исполнители. Исполнители зарабатывают на заказах, то есть мы им даем заказы, они заказы платят процент к сервису, а часть процента отчисляется партнеру. Значит, любой человек может начать бизнес, значит как вам сказать, это инвестиционный проект. По сути, любой бизнес, который бы вы хотели в жизни построить, он должен, он имеет две важных момента. Любой, абсолютно. Я не говорю конкретно об этом. Если вы хотите построить бизнес, вы должны сделать две вещи. Первое, это потратить свое время, и второе, это потратить свои деньги. Если вам предлагают какой-то бизнес, где нету денег, ну, я вам точно говорю, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Реально, я как бизнесмен, человек, который занимался бизнесом всю свою жизнь, я говорю, что реальный бизнес можно построить только в что-то вкладывая. Вопрос, сколько нужно вкладывать? Ну, без вложений доходов не бывает, скажем так, нигде. Совершенно верно. Вот теперь подойдем к вопросу, а сколько нужно вкладывать и как это все сделать? Мы понимаем ту ситуацию, что люди находятся в очень сложном положении, поэтому мы сделали гибкую ситуацию. То есть, любой человек может начать с маленького пакета, причем взять его в рассрочку на несколько месяцев. Но, так как проект будет развиваться не один год, я объясню, почему не один год, потому что мы будем запускать один город, потом другой город, третий город, потом пойдем в одну страну, в вторую, третью, четвертую страну. Пакеты можно будет докупать и увеличивать свой доход, докупая пакеты. Вот, собственно говоря, в двух словах я объяснил, что есть некий сервис удобный, который нужно прорекламировать, а за то, что партнеры помогут прорекламировать этот сервис, они получат в кабинет исполнителей, людей, которые оказывают услуги и всю жизнь зарабатывают. Почему всю жизнь? Если какой-то исполнитель перестанет в вашем кабинете работать, то вы сможете его поменять. Будет кнопочка в кабинете «Заменить». Это будет такая биржа, где будут находиться исполнители, которые не числятся ни в в чьем кабинете, и вы сможете этого исполнителя убрать, а поставить его на... Ну, почему вот такая ситуация существует? Потому что все исполнители, они живые люди. Они сегодня работают, а завтра заболел или, не дай бог, умер и что-то другое. Так что в любом случае заработок на реальных людях – это выгодно. это хорошая финансовая подушка безопасности, которую вы можете построить вместе с нами один раз на всю жизнь. Но для того, чтобы построить бизнес на нашей платформе, надо для себя решить три главных вопроса. Первый вопрос – это разобраться в сервисе. Что это за сервис? Нужен ли он людям будет? Востребован этот сервис или нет? Второй вопрос – это кто разработчик этого сервиса? Нужно знать. Вот я перед вами сижу, я открыт. Если какие-то вопросы по мне есть, пожалуйста, обращайтесь. Я буду отвечать на все вопросы сейчас, после того, когда мы переговорим. Это очень важно. Вот. И если вас заинтересует возможность построить бизнес на нашей платформе, мы начнем вместе. Присоединяйтесь уже к действующим партнерам. И в ближайшее время мы уже доберем то количество партнеров, которое нам необходимо. Подождем, когда еще нормализуется вот эта ситуация с электроэнергией, которая в Украине сейчас творится. Вот. Потому что начинать рекламную кампанию, когда часами отсутствует свет, тоже как бы смысла нет. Вот. И мы еще рассматриваем возможность запустить проект в другой стране. Сейчас параллельно я веду переговоры с юристами. Если вдруг затянется этот процесс, то мы будем запускаться не в Украине. Хотя я очень хочу его запустить в Украине. Я думаю, что в течение месяца-двух вся эта катавасия должна закончиться. А мы к этому времени уже подготовимся и будем проводить полномасштабную рекламную кампанию. Теперь по маркетингу масштабной рекламной кампании, чтобы вы понимали процесс. Вот я начинал говорить, что нам нужно 150 тысяч долларов. Вот если взять 150 тысяч долларов, разделить на тысячу человек, то это получится 150 долларов человека в среднем. То есть нам нужно найти тысячу партнеров, а 800 уже есть. То есть мы практически уже подходим ближе и ближе к реализации нашей мечты. Чтобы вы понимали, что проект этот сложный. Это проект и Android, и iPhone здесь, и сайт, и партнерская программа. Все это нужно было написать, разработать и выделить этому времени. Еще у нас будет колл-центр. То есть можно будет заказывать исполнителей через обыкновенный телефон, не мобильный, не через приложение. Набрать телефон и по телефону через девочек сделать заявку на исполнителя, который необходим. То есть вот это все реализовывалось. Процесс очень сложный. Но мы его сделали. И дизайн нужно было написать красивый, и техническое задание для ребят, которые пишут программы, надо было сделать. Мы это все реализовали. Практически мы подходим к финишной прямой. Хочу сказать, что пакеты раньше были дешевле, и чем ближе к старту, они все дороже и дороже. И условия были раньше лучше. Сейчас все меньше и меньше хороших условий. Почему? Потому что это реально хороший продукт, это реально хорошая возможность построить бизнес в интернете на реальной платформе и зарабатывать на реальных живых людях. Может быть возникнут вопросы, а не будут ли исполнители обижаться, что кто-то зарабатывает на них? Сразу отвечу, нет. Почему? Потому что давайте возьмем такой сервис, как Uber, например. Водители такси получают заказы через Uber и платят Uber процент. Кстати, в Uber тоже есть партнеры, и они тоже зарабатывают так же с каждого заказа, как мы сейчас предлагаем. Но они зарабатывают от 3 до 5 процентов. Вы же будете зарабатывать 24 процента. Что такое 24 процента? Давайте я попытаюсь на цифрах простыми словами объяснить. Давайте представим, что есть некая услуга, которую сделали на 200 единиц. На 200 долларов или на 200 гривен. И этот исполнитель, получивший эти деньги, заплатит нам 10 процентов. С 200 единиц этих денег 10 процентов это 20 гривен или 20 долларов. Это получит сервис. А 24 процентов от этих денег получит партнер. Это будет 4,80 с одного заказа. Давайте теперь представим, что у вас есть 10 исполнителей в кабинете, и они каждый сделали по одному заказу. Значит, 4,80 умножить на 10. Вот это сумма, которую вы заработаете за день. Вот. Если вы хотите зарабатывать больше, вы можете увеличить количество исполнителей за счет пакетов. И таким образом вы можете выйти на тот доход, который вас интересует. В принципе, на нашей платформе можно построить доход и в 100 долларов в месяц, и 200, и 300, и 500, и больше. Все зависит. Доход партнера зависит от трех факторов. Первое. Это количество исполнителей, которые находятся лично в вашем кабинете. Это первый фактор. Второй фактор. Как хорошо мы проведем рекламную кампанию, и сколько они будут получать заказов. То есть, если они сделают по одному заказу в день каждый, то это будет один доход. А если они сделают по два, по три заказа, то это будет в два, в три раза больше доход. Вот. И поэтому партнеры будут помогать в рекламе для того, чтобы увеличить свой доход. Ну и третий фактор – это средний чек. Что такое средний чек? Вот когда исполнитель сделал свою работу, вы ему заплатили 200 гривен, там будем говорить, или 500. То есть, мы возьмем 10% с 200 гривен – это 20 гривен. А с 500 гривен 10% – это уже 50 гривен. То есть, чем больше чек, тем больше заработок сервиса и тем больше заработок партнера. Вот. Так что я вам предлагаю все-таки всем рассмотреть возможность построить бизнес. Почему я говорю «построить»? Потому что нету… тут надо действительно строить, заниматься этим процессом. Я потратил много своих денег для того, чтобы заплатить программистам заработаю, разработать это и времени. А каждый из вас тоже делает небольшой вклад. Кто-то деньгами, кто-то может и помогая развиваться этому проекту. Так, я думаю, что я в двух словах рассказал о сути проекта и возможности заработка в этом проекте. А, последний момент. Еще есть у нас стимулирующий заработок в виде кэшбэка. В чем суть? Для того, чтобы быстрее привлечь партнеров, если у вас есть… Вообще наш проект без приглашений, без продаж. То есть, приглашать необязательно. Если вы не умеете приглашать, вы все равно будете зарабатывать. Купивший пакет, мы вам дадим исполнителей, будете зарабатывать. Но если у вас есть талант, и вы можете приглашать людей, то вы можете пригласить человека, который тоже заинтересуется этим проектом и купит пакет, то вы получите 20% кэшбэка от стоимости этого пакета, который он приобретет. И таким образом, если вы пригласите 5 человек, то, в принципе, вы можете вернуть те деньги, которые вы вложили за пакет за счет кэшбэка. Переходим к вопросам. Давайте я… Можно вопрос? Да, не можно, а нужно. Да, смотрите, ну, вы очень интересно рассказываете. Идея довольно-таки интересная. Ну, смотрите, вот вы оперируете такими маленькими цифрами, как получишь там 5 гривен, 2 гривена, рубля 80. Ну, смотрите, если человек будет рассказывать про 5 гривен и про рубля 80, то такие цифры мало, кого заинтересуют. Поэтому, я думаю, надо отберывать большими суммами, чтобы заинтересовать. И тогда это станет человеком интересно. А вот если, допустим, скажем так, у тебя будет там у одного партнера миллионы исполнителей и у другого партнера будет миллионы исполнителей, какая у тебя тогда за месяц будет зарплата? Ну, смотрите, я же вам только что говорил, что, в принципе, вы можете построить доход любой и 100 долларов, и 500 долларов и 1000 долларов. Все зависит от того, сколько исполнителей вы получите в свой кабинет, какой пакет вы возьмете. Вот. То есть, реально здесь построить такой бизнес. Я делал табличку, в предыдущих видео я партнерам рассказывал. Это несложно посчитать. Если у вас, допустим, 10 человек – это одна прибыль, если 20 человек – это другая прибыль. Я не рассказываю, я просто рассказываю об одном заказе. То есть, с одного заказа вы можете получить там пять гривен или десять. Одного. Но не считайте, что это если у вас один исполнитель, у нас нет такого пакета, чтобы у вас был только один исполнитель. Вы можете получить пять, десять, пятнадцать, двадцать, тридцать, сорок исполнителей. И вот этот один заказ умножим на сорок – это будет за один день, а потом умножим на тридцать дней, и вы получите сумму. Здесь все легко считается. Четыре восемьдесят умножить на десять – это сорок восемь гривен, если по одному заказу сделали. А сорок восемь гривен умножить на тридцать дней – это уже будет совсем хорошо. Некоторые люди не будут зарабатывать столько, сколько вы сможете зарабатывать, ничего не делая. Ну, здесь все зависит от категории заказа, правильно? Еще же есть заказы. Да, совершенно верно. Не все же будут заказы, там, рубль восемьдесят. Есть люди такси заказывают, к примеру, ну, это примерно. Все зависит от заказов. У нас же тут несколько вариантов, не один. Ну, смотрите, я же вам сказал, что если у вас какой-то исполнитель плохо работает, вы можете ее поменять, если вы помните эти слова. То есть вы можете активно наблюдать за работой вашей команды. По сути, что происходит? Вы получаете возможность построить бизнес, имея свою личную команду. Гипотетически это получается, что есть некие люди, которые работают на вас, и если какой-то сотрудник плохо работает, то вы можете ее поменять. Ну, это надо как бы немножко наблюдать за тем, как они работают у вас. Смотрите. Сережа, меня волнует один очень момент такой. Вот у меня нет возможности купить пакет. Да, я хочу купить, но у меня на сегодня нет возможности. Если я беру в рассрочку, мне нужно какую-то часть изначально оплатить, а дальше выплачивать постепенно, ежемесячно остальную сумму. В рассрочку вы платите четвертую часть от пакета, одну четвертую, делите стоимость пакета на четыре, одну часть платите, а остальные три части в течение трех месяцев. То есть за четыре раза. За четыре раза. Все, понятно. И еще такой момент. Если я приглашаю человека, у меня пакет, к примеру, я не смотрела еще, скажите, стоимость пакетов. Но, к примеру, человек покупает, который у меня стоит в структуре, он покупает пакет дороже, чем у меня. Это на меня как-то влияет? Не совсем понял вопрос. Если что... Ну, вот у меня пакет, допустим, за 100 долларов, к примеру, а человек, которого я приглашаю, покупает пакет за 200 долларов. На мои результаты, на мою работу это как-то отображается? То есть, может, я меньше буду получать от него доход? Или это роли не играет? Ну, смотрите, у нас есть, еще есть, но в ближайшее время этого не будет. Вы будете зарабатывать на исполнителях, которые будут находиться в тех партнерах, которые... Вот те партнеры, которые раньше пришли, они будут это делать. А сейчас мы закрываем эту тему, чтобы можно... Сейчас можно будет зарабатывать только на исполнителях, которых вы получите в свой кабинет. Но в ближайшее время мы эти пакеты уже закрываем. В том плане, что если вы пригласили партнера, и у партнера тоже есть 10 исполнителей, то вы зарабатываете и со своих исполнителей, и с исполнителей, которые находятся у партнера. Эта схема еще работает. Мы закроем почему-то потом. из-за этой схемы нашли. Мы все это там... Мы возможность зарабатывать в партнерах встречаем в ближайшие дни. Вы пропадаете, так я... Серьезно, вы пропадаете! Да, да, вы пропадаете, связь вообще непонятная. Плохой звук, плохой. Еще раз повторите, пожалуйста, насчет пакетов. Вы закрываете пакеты. Это временно или вообще не будет? Смотрите, партнеры, которые пришли раньше, они будут зарабатывать не только на исполнителях, которые будут находиться в их кабинетах, а еще на исполнителях, которые будут находиться у партнеров, которые под ними. Если они пригласили и дали им партнера кабинет, и у этого партнера тоже есть 10 или 20 или 30 исполнителей, то со своих исполнителей вы получаете 24%. А исполнители, которые будут находиться в кабинете партнера, он тоже будет получать своих 24%, а вы будете получать там 12, 6, 3, 2%. Но эту схему мы в ближайшее время выключаем. Почему? Потому что, чтобы не считали наш проект какой-то пирамидой или что-то такое. Мне не нравится. Но вы потом еще это возобновите, да? Потом, да. Но сейчас мы выключаем эту схему. Максимальный срок это с какого времени, когда будут давать партнеры? До 31-го часа. До 31-го часа? Не слышу. До 31-го декабря будут давать партнеры? Да, да. То есть, кто успеет, кто успеет, кто получит, да? Да. Скажите, а проект... Повторите еще раз. В Турции будет этот проект? Будет или что? Будет ли? Будет ли? Да, у меня есть люди в Турции. Будет ли этот проект участвовать в Турции? А, в Турции. Извините. Смотрите, мы будем запускаться поэтапно. Мы не собираем миллион долларов для того, чтобы, как говорится, нацаревать и убежать. Знаете такое выражение? Мы собираем конкретные деньги на конкретную рекламную кампанию в конкретном городе. Сначала мы будем запускать по плану 5 миллионов долларов. Но там можно зарегистрировать людей оттуда? Можно. Хорошо. Я в ТикТоке. У меня не получается ни писать, ни комментарии делать. Я не могу разобраться с этим ТикТоком. На Фейсбуке это можно будет делать? Сейчас мы сделали маленький перерыв, потому что в Фейсбуке мы неплохо поработали. И сейчас надо хотя бы недельки две-три сделать перерыв для того, чтобы Фейсбук от нас немножко отдохнул. Мы потом возобновим. Потом можно будет, да? Да. Хорошо. Скажите, когда можно будет. Ну, это все будет объявление здесь происходить. Так, давайте вопросы. Георгий, пожалуйста, пакетов. Что? Цена пакетов. Цена пакетов вы можете посмотреть в своем кабинете. Вот здесь вот есть кнопочка. Видите, я на экране показываю. Внизу, самая нижняя. «Бизнес места» нажимается. Вот нажимаете на эту кнопочку. И тут у вас вот образятся пакеты. Но цена не такая, потому что для вас будет скидка 30%. Финтимальный пакет сколько стоимость его? Ну, там 60 минус 30%, если сразу покупаете. Ну и опять же, я повторяю, что есть возможность покупки в рассрочку, если у вас тяжелое финансовое положение. Сергей, я хотел поинтересоваться. Вы мне сказали, что в моем личном кабинете будет отображаться сумма, сколько я еще должен буду заплатить за проект. Я могу сейчас оплатить полную сумму, но я не вижу, где высвечивается сумма. У меня не пишет. Хорошо, сейчас я закончу эту видеоконференцию. Я вам в приват отвечу, потому что я готовился к конференции, некуда было вам ответить. Ага, спасибо. Я посмотрю. Да, хорошо, спасибо, жду. Так, друзья, еще вопросы задавайте, не стесняйтесь. Потому что в чате... Скажите, пожалуйста, допустим, в пакет премиум, там есть, допустим, у нас там 30 или 40 наших исполнителей. Можно ли увеличивать в этом пакете своих исполнителей? Как это возможно? Смотрите, вот тут вот у вас есть два красненьких квадратика, видите, на экране я показываю. Если нажать, тут появляется слово скопировано. Нажимаете Telegram, вставляете эту ссылку человеку, отсылаете, он регистрируется, становится сначала пользователем, а потом он может стать исполнителем. Ну, в принципе, приглашать исполнителем это не сложно. Как это работает? Вы идете по улице, там есть доски объявлений, вот они вешают на досках объявления, очень много там вешают специалистов, на остановках там, даже в подъездах иногда вешают. Вот, что нужно сделать? Надо сфотографировать это объявление. В объявлении есть три важных момента. Первый момент – это как его зовут, его телефон и услугу, которую он оказывает. Ну, допустим, человек повесил объявление, что он ремонтирует электронное оборудование, там компьютеры. Что вы делаете? Сфотографировали, когда у вас есть свободное время, вы достали эту фотографию, набрали телефон, знаете, как его зовут, что там, допустим, его зовут Сергей. Звоните, говорите, здравствуйте, Сергей, видел объявление, что вы оказываете услуги по ремонту компьютеров. Это да или нет? Он говорит, да. Если да, вот смотрите, сейчас появился новый сервис, в котором вы можете зарегистрироваться и получать заказы бесплатно, а в будущем вам это интересно или нет? Как правило, из десяти человек семь-восемь говорят, да, интересно. Вот, я тогда вам пришлю ссылку, куда вам прислать, в Viber или в Telegram? Он говорит, там, в Telegram, допустим. Вы берете по его номеру телефона, добавляете Telegram, отсылаете ему ссылку, он регистрируется, попадает в ваш кабинет как исполнитель. Все. Правильно понимаешь, что потом этот исполнитель, если он через меня, за меня попадает в кабинет, потом, если я его, грубо говоря, к себе притянул, то я получаю в этом деньги с этого исполнителя. Конечно, да. Мало того, этот исполнитель может со временем стать партнером. Он посмотрит на всю эту картину и скажет, а что бы мне тоже пакет не купил. И вы на этом еще заработаете и кэшбэк, за который он купит пакет. И если в него в кабинете будут исполнители, то вы будете еще и на его исполнителях зарабатывать. Ну, тут очень интересная схема заработка. Еще вопрос. Через блогеров, допустим, если заказывать рекламу блогеров, и блогеры дают ссылку, и через эту ссылку они попадают ко мне, допустим, в Telegram канал, и я уже тогда подключаю. Так возможно? Ну, смотрите, блогер должен поставить вашу ссылку, получается, да, с вашего кабинета? То есть блогер рассказывает о проекте, мотивирует людей, но он же должен сказать, идите, вот, регистрируйтесь по этой ссылке. Какую ссылку он поставит, свою или вашу? Дает ссылку мою. Ну, если вы договоритесь, чтобы он давал вашу ссылку, то, да, будут регистрироваться люди по вашей ссылке, будут сразу попадать в ваш кабинет. Сначала они попадут к вам как... Когда человек зарегистрируется, он появится у вас как пользователь. Потом этот человек, если зарегистрируется исполнителем, то он будет у вас как пользователь и как исполнитель. Потом, если он купит пакет, то он будет у вас пользователем, исполнителем и партнером. Один и тот же человек, может быть. А есть люди, которые просто заинтересуются, станут зарегистрироваться и купят пакет, но не будут исполнителями, они будут просто партнерами. А есть люди, которые просто зарегистрируются исполнителями, но не будут партнерами. Ну, то есть, по-разному будет. У меня еще вопрос по поводу ссылки. Ссылку мне нужно, допустим, давать моего просто, своего телеграмма или ссылку именно телеграмма? Нет, не телеграмма. Вот смотрите, то, что я вам показал. Вот видите, два красненьких квадратика. Вот здесь вот. Видно на экране? Ну, так, да. Вот если на них нажать, тут появляется слово скопировано. То есть, в буфер прошла копирую. Если я сейчас эту ссылку вставлю сюда, то у меня, ну, давайте так я сделаю. Я через инкогнито, чтобы я не попадал в свой кабинет автоматом, я вставлю эту ссылку. И вот что человек увидит? Он увидит вот зарегистрироваться, видите, регистрация. Я скопировал ссылку, вставил, вы ее отправили в телеграмме или в WhatsApp, или в Viber, или еще каким-то способом. И человеку будет вот такое окно. Ну, вы в двух словах объяснили, так как я вам рассказывал. И человек начинает проходить регистрацию. Тут не видно, что это ссылка от вас. Он просто регистрируется в проекте. Ну, это получается как захват. А как будет понятно, что это от меня человек пришел? Еще раз говорю, вы скопировали ссылку, отослали человека, вы его увидите в своем кабинете, если он зарегистрируется. Как пользователем сначала. А потом, когда он купит пакет, вы увидите его как партнера. А если он зарегистрируется как исполнитель, вы его увидите как исполнитель. Все, понял. Если вы работаете с телефона, то тут вот в телефоне будет чуть ниже вот такая вкладочка называется «Поделиться». Тоже нажимаете «Поделиться», выскакивает окно «Куда поделиться» в телеграмме, в WhatsApp. Только надо сначала зайти в свой кабинет, чтобы мотивировать его, и потом делитесь вот таким образом. А как вообще скачать и попасть вот в этот вот сайт, который вот вы мне показываете, вот эти кнопочки все? Ну, вот. Вы в чат-боте были? Да. В чат-боте там есть кнопка «Продолжить». И там есть регистрация. Если нужно, вы мне напишите. Да, нажимаете на регистрацию, регистрируетесь, и попадете на сайт. Понял. Еще вопросы, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а будет ли этот сайт в виде приложения в мобильных телефонах? Я вот не знаю, как вы слушали меня. Вот смотрите, видите, что здесь нарисовано в углу? Вот я на экране показываю. Видно? Да. Что здесь? Андроид, айфон. Сейчас эти приложения дорабатываются. Они уже есть, но там еще кое-какие вещи нужно доделать. До старта рекламной кампании мы доделаем. И еще раз говорю, что вы не видите здесь всех фишек, которые мы реализовали в этом проекте. Почему? Потому что конкуренты не дремлят. Но перед стартом рекламной кампании мы обязательно сделаем обновление. Вот. И там будет намного больше интересных вещей. Можно вопрос? Но не можно, нужно. Задавайте вопросы. Слушайте, смотрите, если вот я хочу купить в субботу, чтобы получится, пакет стандарта, то там, как по нему обещали, до 31 декабря, как говорите, там два партнера и 16 исполнителей. А если через пару дней, если банк пойдет мне на встречу, у меня получится взять еще и вип-пакет. То это я тогда получил два партнера и 16 исполнителей согласно пакету стандарт. И еще плюс согласно пакету премиум получил еще три партнера и 40 исполнителей. Так получается? Да. Супер. Сергей, у меня вопрос. Извиняюсь. Значит, вне зависимости от пакета я могу подтягивать исполнителей для работы в этом проекте. Правильно? Если у меня в пакете, допустим, в самом маленьком, там стоят четыре исполнителя, я могу самостоятельно по своей реферальной ссылке, созваниваясь, подтягивать людей. Вместо четырех будет пять, шесть, правильно? Да, да. Вот четыре мы даем без приглашений. То есть вы получите их, когда начнется реклама. Да. Ну и в процессе дальше уже там докупать, нужно перейти на другой сорт, допустим. Да. Этот остается, который приобретенный, приобретает, допустим, другой, да? Да. Да, совершенно верно. Угу. Отлично. Я еще хотел вопрос задать. По поводу локации. Я правильно понимаю, вы хотите сначала, если мы говорим про Украину, сначала Киев, потом остальные города, или мы понемножку, вы планируете понемногу каждый город занимать, ну, вот этих специалистов, наращивать? Ну, смотрите, мы с одной стороны будем наращивать, но полноценно проект заработает только тогда, когда мы проведем хорошую трехмесячную рекламную кампанию. То есть тогда он заработает, и вот я приводил пример, как развивался Резетка и AllX. Они тогда, когда начинали работать, они мощную рекламу делали три месяца подряд. Три месяца подряд. Вот, а потом, то есть берем город, три месяца бомбим, люди через три месяца полностью узнают, что есть такой проект, начинают пользоваться. Берем следующий город, три месяца делаем рекламу и работаем. Третий, четвертый, потом пойдем в Грузию, потом пойдем в другие страны. То есть для того, чтобы проект запустить в другой стране, нам нужно решить всего лишь два вопроса. Первый, вот у нас сейчас сайт работает на украинском, английском и русских языках. Допустим, чтобы зайти в Грузию, нам нужно перевести приложение и сайт на грузинский язык. Это первое, что нам нужно будет сделать. Это несложно. У нас все заготовлено, просто надо будет переводчика, который каждое слово переведет на сайте и приложение. Это займет недельки две, не больше времени. И второе, это юридическое сопровождение. То есть нам нужно будет какую-то грузинскую юридическую компанию нанять, чтобы она проверила соответствие нашего проекта с ихним законодательством. Чтобы мы не противоречили ихнему законодательству. Если противоречие какое-то есть, то поправить для Грузии. И все. И можно брать опять, проводить рекламную кампанию в Тбилиси, во всех больших городах. То есть мы можем пойти в Аргентину, мы можем пойти в Малайзию. То есть в любую страну мы можем пойти. А если, допустим, я сейчас пока не знаю, как разобраться на ТикТоке, писать комментарии. Если я подожду, когда на Фейсбуке можно будет писать, когда вы опять начнете что-то там публиковать. То если я купил пакет до 31 декабря, но я все равно получу партнера и исполнителей, даже если пока не пишу на ТикТоке. Ну, смотрите, в ТикТоке не надо писать комментарии. В ТикТоке там надо только лайкать. Я это сам. Пока не будет доступа к ТикТоке, то как оно? Для того, чтобы получить доступ, надо иметь две вещи. Поставить приложение на телефон или на компьютер ТикТока и получить ссылку, где будет это все происходить. И все. Там ничего сложного нет. Ну, хорошо. Скажите, как там. Еще, пожалуйста, вопрос. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что проект в данный момент еще не работает? То есть, есть некая идея, некая оболочка, но, скажем так, проект работает в тестовом режиме, он, скажем так, не работает, он не приносит какие-либо проценты и так далее. Правильно я понимаю? Ну, смотрите, для того, чтобы запустить проект, необходимо провести рекламную кампанию. Сам проект, он рабочий, но о нем никто не знает. Но, чтобы провести рекламную кампанию, у меня есть два пути. Первый путь был пойти, найти какой-то миллионера, сказать, давай, чувак, объединимся, сделаем рекламу, тебе 50% денег и мне 50% денег. Это первый путь, которым занимается, может быть, слышали, что во многих компаниях есть какие-то учредители, имеют какую-то долю. Это первый вариант был. Если бы я так сделал, то мне бы партнеры не нужны были. А второй вариант, когда я, вот я вначале говорил, что такое краудфайдинг. Это называется коллективное сотрудничество людей, донору, которым добровольно объединяет свои деньги и другие ресурсы вместе, как правило, через интернет, чтобы поддерживать усилия других людей или организаций и так далее. Почитайте, что такое краудфайдинг. То есть это краудфайдинговая площадка. Мы объединяем людей, чтобы вместе запустить проект, а потом всю жизнь зарабатывать. Вопрос в чем? В чем разница покупки пакета сейчас и потом? Потом они будут дороже и условия будут хуже. Те партнеры, которые зашли в самом начале, у них вообще мы давали по 10 партнеров в кабинет. Сейчас даем только по 2. Там было исполнителей больше, сейчас меньше. В общем, чем ближе к старту, тем дороже и условия хуже. И мало того, пакеты будут иметь рыночную цену. То есть вы заработаете на пакетах еще таким образом. Сейчас вы купите пакет за 100 долларов, а через год вы сможете этот же пакет продать за 1000 или за 500 или за 700. Они будут иметь рыночную цену. Ну, объясню почему. Давайте себе представим такую ситуацию. Сейчас проект не работает, не приносит доход, но вы платите 100 долларов. А давайте представим ситуацию, когда через год проект работает, у вас исполнители есть, которые приносят вам доход, у вас есть партнеры, которые вам приносят доход. Сколько будет этот пакет? Он же не будет стоить 100 долларов. Вы ее уже за 100 долларов никак не продадите. Если вы решите его продать, то продадите по рыночной цене, по какой-то. Как определяется рыночная цена? Доходом, который приносит этот пакет. Вот доход умножается на 3 года минимум. Вот все, что за 3 года вы заработаете на этом пакете, вот столько будет стоить пакет. То есть пакеты вырастут в цене очень сильно в будущем. Ясно. Сергей, я прошу прощения, скажите, но это понятно, это все так чисто гипотетически. Вот вы говорите, что вы будете стартовать с Киева, правильно понимаю? Я только что говорил, что мы планировали и планируем стартовать с Киева. Но если ситуация с электроэнергией, вот эта война будет затягиваться, то мы сейчас ищем, ведем переговоры и запуститься в другой стране. Я отвечал на этот вопрос. Понятно. Вы говорите, что мы не собираем миллион. А есть ли какая-то конкретика? То есть сколько денег необходимо для старта рекламной кампании? Вы только зашли, наверное, да? Я все это рассказывал. Но для вас повторю. На примере города Киева. Для того, чтобы провести полномасштабную рекламную кампанию в городе Киеве в течение трех месяцев, нужно собрать 150 тысяч долларов. 150 тысяч долларов разделить на тысячу человек, это с каждого человека по 150 долларов в среднем. Почему я говорю в среднем? Потому что кто-то купит дешевле, кто-то купит дороже, но средняя цена где-то 150 долларов получится. Потому что дорогих пакетов покупают меньше, а дешевых больше. Средняя цена 150. На сегодняшний день мы уже 800 партнеров собрали. У нас уже 800 человек. Есть людей, которые нам осталось добрать небольшое количество. Как раз пока мы сидим эти блок-ауды и все остальное, мы их доберем. На данный момент мы ведем рекламную кампанию для того, чтобы привлечь исполнителей. Понятно. Вы говорите, что собрали 800 партнеров. А ну а вы говорите, что необходимо 150 тысяч. А какую сумму собрали? Сколько еще необходимо для старта рекламной кампании? Ну смотрите, тут есть нюансы. Из этих 800 человек больше половины купила в рассрочку. У нас есть такая вещь, как рассрочка. Так что сумму собрана не так, как мы планировали в ту большую. Но мы знаем о том, что рассрочку люди погашают. К старту рекламной кампании эти деньги все будут. А если даже части не будет, то мы же будем рекламную кампанию делать не сразу, а в течение трех месяцев эти деньги подтянутся. А сколько мы собрали? Ну это коммерческая тайна. Тайна так бы не выгодить. Средной дорожной карты нету, я так понимаю, да? То есть это все так гипотически собрали, а мы соберем. Нет, вы знаете, это не гипотически. Это есть цель, задачи, которые медленно, но уверенно идем к цели. И все. Никаких гипотетических здесь нет. И проект для того, чтобы гипотетически я бы вам не показывал вот этот сайт, приложение и все остальное. Понимаете? Это было... Мы это все реализовали. Мы потратили кучу времени, деньги, чтобы вы понимали, чтобы написать такой сайт, который вы сейчас видите на экран. Это не было инструкции по написанию. Мы написали один сайт, он нам не понравился. Мы переделали. Написали другой, он нам тоже не понравился. Мы пошли к людям, показали, не понравилось. Мы написали третий вариант. И вот уже на третий раз мы вышли на более-менее нормальный дизайн, юзабилити и все остальное. То есть это очень сложная работа, и она не гипотетическая, а она реальная работа, труд, который приносит потом успех. Давайте посмотрите на такую вещь, как Uber, например. Знаете, сколько стоит Uber? Ну, смотрите, я прекрасно понимаю, сколько может стоить такой сайт, но я так к нему немножечко посмотрел, ну, зашел, допустим, в какие-то услуги. И там в данный момент, кроме имени, номера телефона и перечня каких-то услуг, нет никаких инструментов. Я не понимаю, каким образом вы будете проценты собирать. Там же нету ни цен, нету никаких это самое. Как вы этих людей будете, этих исполнителей контролировать? Ну, допустим, там... Ну, так задавайте конкретные вопросы, я буду давать конкретные ответы. Конкретный вопрос, как мы будем контролировать исполнителей, или почему исполнители? Что вас конкретно интересует? Смотрите, ну, допустим, там человек через сайт нашел какую-то техстанцию, так? Вот, сейчас там есть имя, номер телефона этой техстанции и перечень услуг. Больше ничего абсолютно нет. Ну, давай я ему отвечу, как это будет работать. Значит, исполнители перед монетизацией получат приложение для исполнителя. Есть приложение для водителей отдельное, и будет отдельное приложение для исполнителей. Для того, чтобы человеку получить заказ, ему нужно будет пополнить свой счет в приложении. Вот. И когда вы или любой другой клиент через свое приложение или через сайт найдете этого исполнителя, у которого тоже есть приложение, вы сформируете заказ. Когда вы сформируете заказ, этот заказ будет в вашем приложении и в его приложении. Потом, когда он закончит работу, вам заказ нужно будет закрыть. Вам и ему. Он, закрывая заказ, может написать про вас отзыв, указывать сумму, на которой он выполнил работу, и закрывает заказ, чтобы получать следующий заказ. Если он не закроет этот заказ, он следующий заказ не может получить. Поэтому ему нужно закрыть этот заказ. Вы тоже в своем приложении должны закрыть заказ, поставить отзыв, если захотите об этом исполнителе, рейтинг ему поставить, и сумму, которая была. И когда суммы равны, тогда с этой суммы берется процент. Вот эта схема уже давно работает, мы не изобретаем велосипед, возьмем же те же водители такси, они точно так же платят процент. Все это уже в жизни работает. Есть такой сайт Кабанчик, знаете, там это все в принципе работает, но по сути это идея, скажем так, та же. Так у меня вопрос, у вас этот блог есть, который будет контролировать? Конечно есть. Конечно есть. Вы опять опоздали на эту видеоконференцию, я сказал, что мы до старта рекламной кампании не показываем все на сайте, потому что мы хотим, чтобы конкуренты раньше времени увидели все наши фишки и все остальное. Перед стартом рекламной кампании будет обновление, и все это будет. Но если вы обратили внимание, вот здесь я вам показывал, вот здесь я вам говорил, что вы можете видеть каждый заказ, который делает исполнитель. Все это уже реализовано, оно есть, но просто не показано на сайте до конца, потому что я не хочу, чтобы мои конкуренты раньше времени увидели те вещи, которые мы уже реализовали. Ну, принцип работы сайта, вся его идея, она видна. Внутренняя часть не показывается пока. У меня еще такой вопрос. То есть вы поставили себе как за стратегию запускаться с обширной рекламной кампанией, а почему бы не запустить приложение уже? И оно бы потихонечку самотеком бы работало. Люди, которые ваши партнеры, то есть они бы уже привлекали бы этих... Так не работает. Я сам занимался бизнесом не один год, и я проводил крупные рекламные кампании. Вот так, как вы говорите, это не работает. Как донести миллион людей информацию, которую люди не знают? Без рекламы это не работает. Абсолютно не было никакой рекламной кампании. Сайт сейчас действующий, я им достаточно часто пользуюсь. Я ни в коем случае никак не связан с этим сайтом, просто как аналогию. Например? Кабанчик. Знаете такой сайт есть? Рекламу они делали, что вы рассказываете? Я слежу за Кабанчиком больше, чем вы. Обширной рекламной кампании не было нигде. Что значит обширная рекламная кампания? Вы имеете в виду телевидение, радио, газеты, больше интернет. Что такое обширная рекламная кампания для нас? Ну, это полномасштабная рекламная кампания в городе. Это бигборды, это реклама в метро, это реклама в интернете. Вот это называется реклама. Когда люди... Есть такое понятие, как трех-пяти касаний. Когда человек увидел на бигборде, увидел в метро, увидел там и начал... Ну, как вам объяснить это, если вы не понимаете? Это полномасштабная рекламная кампания, которая должна... Любая нормальная кампания... Как Uber заходил в Киев, допустим. Возьмем. Они же проводили рекламную кампанию, проводили. Это с миллиардными оборотами. Миллиардные обороты, потому что они во многих городах. Мы говорим о том, что мы будем проводить рекламную кампанию сначала в одном городе, потом в другом, третьем. Может быть, придет момент, когда мы можем проводить рекламу в двух городах одновременно, или в трех одновременно. Будет такой момент, когда пойдет много партнеров. А не пойдут, когда проект заработает, когда вы начнете зарабатывать как партнеры. Вы своим примером покажете, что это все уже работает, и вы зарабатываете. Так нам партнеры пойдут, будем так говорить, потоком. Понятно, да. Ну, а все же конкретика. Есть ли какая-то дата техническая, допустим, старта рекламной кампании? Ну, понятно, вы говорите цифра, 150 тысяч. Ну, опять же, это все как-то, ну, вы же как-то планируете, смотрите конверсию, как у вас сейчас там приходят люди и так далее. Может, есть конкретика? Техническая дата есть? Это месяц, два, три, год, сколько? Ну, смотрите, сейчас смысла нету проводить рекламные кампании, потому что проблема с освещением, с электричеством. Ну, реклама это в интернете, она без... Люди не смотрят телефон, потому что у них просто он выключен. Смысла абсолютно нету. То есть, как минимум, надо подождать, когда вся эта штука устаканится. Я так думаю, что это в течение месяца-двух должно устаканиться. Ну, может быть, три, не больше. Параллельно мы сейчас рассматриваем возможность запуститься в городах в другой стране, потому что если это затянется, то нам нет смысла будет ждать это долго. Так, друзья, если других вопросов нету, давайте будем заканчивать. Спасибо большое за внимание. Еще раз рекомендую присмотреться, изучить. В чат-боте там есть информация. Если вам что-то непонятно, вы можете всегда ко мне обратиться напрямую. И я буду отвечать на все вопросы, которые вам непонятны. Я провожу такие видео-встречи регулярно. Если вдруг надо быстрее, пишите в чат, что надо провести конференцию. Вот я сегодня заметил, люди говорят, надо в видеоконференцию, я сразу ее назначил. То есть я постоянно и открыт, и постоянно на связи. Давайте загнем несколько пальцев. Первое. Проект нужен? Нужен. Вам подушку безопасности финансовую нужно построить? Нужно. Вот давайте объединяться и запустим проект, и будем жить дружно и долго, и счастливо. Все, спасибо большое. Последний вопрос. Ну, до лета же вы не будете ждать света? Если что, летом же пойдете в другую страну, да? Да я думаю, что до весны даже. Весной, если что, пойдем в другую страну. Но я беру крайние сроки. Да. Да. Все, спасибо большое. До свидания. Всем удачи. Берегите себя. До свидания. До свидания. До свидания.